Приветствую вас, Анжелика. Да, вы совершенно правы, вы притягиваете таких мужчин, потому что переносите на них свои желания. То есть вы, по сути, смирились со своим желанием добиться красивой жизни, как вы говорите. Вы смирились с этим. Но, как мне кажется, смириться с тем, что, ну вот, с тем, что бы хотеть, красивой жизни, можно, можно с этим смириться. А вот смириться с тем, а, точнее, даже не смириться, а подавить желание получить то, что вы могли бы получить через красивую жизнь. Вот, это важнее. И у вас это не получается. С этими словами, вот, ну, некоторая, знаете, неудовлетворенность такая у вас, да? Вот, что единственное, что вам интересно, например, это только мужчины, вот, потому что они, ну, может быть, могут дать вам что-то. Вот, что вам очень сильно, сильно нужно, например, ну, например, успешность, например, стабильность, защищенность, вот, но вы себя спокойны, вот, в стабильности, в защищенности, вероятно, не чувствуете. Вот. 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 Вот, вот почему моя стабильность и защищенность, возможно, только если я, например, буду жить, там, условно говоря, красивой жизнью, да, если меня там будут обеспечивать. Вот. То есть почему-то вот у вас такая позиция. То есть может быть то, что вот вам встречаются такие мужчины связаны с тем, что вы много внимания отдаете с деньгами, вот, и деньги ставите уже лучше, чем, например, свой собственный интерес, то есть, допустим, вы ставите на первый план собственное развитие, да, и раскрытие своих, ну, своих, например, своих возможностей, вот, своих талантов, своих умений, а вы на первом месте оставите, например, успех или, там, допустим, допустим, обеспеченность, допустим, ту же самую красивую жизнь, вот, потому что красивая жизнь, так же как и обеспеченность его, насчет успешности, не может быть, на мой взгляд, чем-то отдельным, чем-то отдельным от того, что делает человек, вот, понимаете, какая штука, то есть, это все про следствие его деятельности, это все про следствие его действий, но не про причину, вы эти следствия, получается, выделяете, выделяете в некоторый такой отдельный статус, вот, и, как бы, пытаетесь отдельно его добить, то же самое касается и выбора мужчин, например, ну, если вы выбираете мужчин, по принципу, он должен быть красивый и сильный и финансовый, вы обеспеченный, то вам попадаются такие, такие люди, а именно те, которые, вот, очень поверхностные, очень обращенные на внешнюю сторону, там, взаимоотношений, например, и так далее, вот. То есть, все это чувствуется, понятно, вот. А, как бы, вот, такая ловушка, знаете, ловушка типажа других людей заключается в том, что типаж это перенос, перенос на других людей того, что мы хотим сам. То есть, мы хотим быть защищены, мы хотим быть, может быть, самый красивый, мы хотим быть защищены, поэтому вы следуете таким образом. Ну, у вас есть большая потребность, на мой взгляд, от них что-то получать, потому что вы себе это блокируете. Вот. И из-за того, что вы хотите получить, у вас, ну, достаточно легко купить, так сказать. То есть, вот, ты хочешь получить, да? Ну, хорошо, значит, сделай вот это, вот это, вот это и получишь то, что хочешь. Вот вы и делаете. Вот этим пользуются люди, ну, вот, к сожалению, не очень добросовестные, добропорядочные. Вот. Потому что вы даете этим людям, ну, вот, такую возможность, к сожалению. Понимаете, какая штука. Вот. Вот. Отсюда и возникают трудности у вас. Например. Вот. Поэтому я думаю, что да, вы совершенно точно притягиваете так людей. Я думаю, совершенно точно вы перенесите на мужчин то, что блокируете и подавляете в самой себе. И я совершенно точно думаю, что мужчины вас привлекают сейчас наиболее ярко выражено. Именно потому, что для вас это, ну, вероятно, самый легкий способ, как вам кажется, получить то, что вы хотите. Вот. А именно, реализация своих желаний. Вот. Понимаете, какая штука. Вот. То есть, здесь, в общем-то, вопрос осознанности и принятия того, что вы хотите. А также, уровень восприятия. То есть, мне кажется, что ваш уровень восприятия своих потребностей, он, ну, достаточно поверхностный. Вот. Что, наверное, и определяет круг людей, которые, ну, которые, вот, рядом с вами находятся. К сожалению. Вот. Поэтому, тут нужно, на мой взгляд, работать с вашими численностью, с трудностью, с условностью, ну, принятия себя, да. Вот. То есть, как бы, ну, вот, именно, чтобы вы все-таки, ну, принимали себя, безусловно, вот, чтобы вы были нацелены на реализацию. Вот. Ну, у нас собственные реализации свои собственные. Вот. Ни в коем случае не игнорировали бы деньги, ни в коем случае не игнорировали бы успех, но чтобы не ставили его. Это на первое место. Вот. Сейчас просто получается именно так, именно вот, ну, именно таким образом все получается. Вот. Вот. И для вас это, конечно, не хорошо. Совсем. Потому что это делает вас очень зависимым. Это делает вас очень зависимым от, ну, других людей. Вот. И в итоге этим пользуется. Вот. Понимаете? Потому что вы смотрите на себя и на других людей как-никак на ценных, вот, которые нужно стараться продать подороже, вот, а в итоге смотрят на вас таким же образом. Вот. Следующее, значит, то, что вас пытаются, значит, какую-то аферу тянуть. Это вопрос личных границ, вот, ну, ваших личных границ. То есть если у человека личные границы построены недостаточно хорошо, вот, а у вас они построены недостаточно хорошо. Потому что если мужчина попадает под ваши критерии, то, вероятно, вы часто, ну, часто можете потерять голову. Вот. Вот. У вас не простроены личные границы. Вот. И, соответственно, это, ну, вот, вот, делает вас единственным, это делает вас предрасположенным к состояниям, когда, например, вы склонны, ну, верить, ну, верить больше другому человеку, нежели чем себе. Вот. Когда вы склонны больше, ну, доверять другому человеку, нежели чем себе, потому что вам кажется, что еще немного, и наконец-то вы получите то, что вам так нужно. Вот. Ну, главная мысль, которую я хочу до вас донести, это то, что у вас уже все есть. Вот. У вас уже все есть. Все, что вам нужно для того, чтобы реализовывать все еще есть. Вот. Только не чувствуйте себя. Вот. Смотря постоянно вовне, а смотря постоянно, может быть, сравнивая себя постоянно. Понимаете? Вот. Поэтому, мне кажется, вы и работаете на работе, которая вам не интересна. Поэтому, когда появляется, ну, знаете, какая-то перспектива, да, перспектива роста, например, какого-то, вам становится интересно. Когда перспектива роста нет, вот, то вам уже не интересно сразу. Вот. И это можно понять на самом деле. Вот. Поэтому, на мой взгляд, здесь вот такая история. Вот. Это то, что я могу вам ответить сейчас с точки зрения психологии. То есть люди откликаются на ваши, на ваши ценности, по факту. Вот. Какие у вас ценности, вот. Какие у вас приоритеты, на то люди и откликаются, это нормально. Только откликаются, ну, не совсем так, как вы, например, ожидаете, как вы рассчитываете. Вот. Не совсем с таким образом. Ну, это важно понимать. Потому что другой человек, он отражает то, что вы хотите, но не продолжает это. Так что работать со своими чистыми, с личными границами и ростом, ну, вашим собственным ростом, я думаю, это то, на что в первую очередь нужно обратить ваше внимание. Вот. И тогда уже можно будет вам помогать, тогда уже можно будет о чем-то говорить. Вот. А сейчас пока что ситуация выглядит так. Т.е. вам, мне кажется, еще нужно... ...поисходовать, да, свою концепцию мировоззрения. Вот. И посмотреть, где вы, ну, вот. Скажем так, себя обесцениваете, да. на это обратить внимание, фейл, потому что элемент это важный. Ну и личные границы, то есть вы говорите, понимаете, что, например, вас втягивают во что-то. Но почему вы говорите, что вас втягивают на что-то? Вы позволяете себя втянуть, вы верите ли мне даже до сих пор в отношениях с одним человеком находитесь. Я думаю, что это все ваша ответственность, только вы ее не видите, вы ее избегаете. Вот. А это важный момент здесь. Соответственно, с этими аспектами нужно взаимодействовать, и работать. Вот. И на выходе вы получите, я бы сказал, вот, определенное улучшение вашего мира ощущения, себя, вот, и взаимодействия с людьми. Вот. В том числе и с мужчинами тоже. Вот. То есть, если вы будете, ну, хорошо себя, например, слышать, вот, если вы будете хорошо себя чувствовать, вот, именно замечать свои чувства, вот, то вы получите возможность замечать у людей подобное. Вот. И как следствие, уже как следствие, вы будете устраивать более гармоничные отношения с людьми. Вот. И соответственно, ну, придете к гармону. Вот. Ну, это процесс, это процесс не быстрый, вот, особенно, если у вас есть механизм защиты, вот, механизм сопротивления, вот, поэтому вполне вероятно, что вы будете сопротивляться, вот. Ну, это процесс потребует, может быть, больше времени, вот. А сейчас ваш вопрос, да, вот, значит, вот вы спрашиваете, может, я снова притягиваю? Да. Притягиваете. Почему я ответил? Вот. Но, понимаете, штука в том, что вам ответ на вопрос почему, да? Он вам не поможет никак, потому что самое главное кроется не в почему. в том, как. Именно в как кроется ответ на то, чтобы понять, как нужно с вами общаться, нужно с вами беседовать, нужно работать, вот. И тогда, тогда будет понятно, как вы делаете то, что делаете. то, что, то ли вы хотите, да, того ли вы хотите, а с чего привыкли хотеть, вот. То есть, это, опять же, человек не всегда осознается до конца, вот. То есть, ну, ситуация бывает разными, и сейчас вот то, что девичное с чего оно вроде как ближе, да, оно вроде как знакомо, но при этом может очень сильно расплываться и, ну, вообще не замечаться. Вот. Поэтому, я думаю, что на это вам тоже надо обратить свое внимание, так или иначе. Вот. Поэтому, ваш вопрос очень хороший, то вы молодец, что обратились к специалисту, но это первый шаг только. Вот. Следующий шаг будет психотерапия и, соответственно, уже более предметная и обстоятельная работа с вами. Нужно выбрать специалиста, вот, и начать с ним работать со специалистами, я имею ввиду. Вот. А, хотя бы, хотя бы, вот, по вопросу реализации своей, вот, и вопросу выстраивания отношений с мужчиной, и вопросу своей тревожности, например, или, там, незащищенных. Вот. Можно проработать в опросе денег, ну, то есть, ну, отношения к деньгам. Вот. То есть тут все зависит от вас на самом деле, от того, того, насколько вы хотите меняться. Вот. Потому что, ну, так вот, чтобы оставить все как есть, да, но просто что-то подкорректировать, да, так, наверное, не получится. Вот. Вот. Ну что. Ну, изменения, они, они, м-м-м, происходят постепенным, но глобальным. Вот. Вот. Поэтому вам нужна и поддержка, и сопровождение. Вот. Вот. Ну, как мне кажется, опять же. Вот. Входя из опыта, который вот, ну, у меня есть. Вот. Как-то так. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.